Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в рамках программы по предотвращению заболеваний сердца и сосудов «Пульс жизни» были представлены в Москве 17 мая. «Пульс жизни» – это социально-образовательная программа по профилактике рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, инициированная в нашей стране компанией Bayer, государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины Минздрава и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний. Социологический опрос на тему «Осведомленность населения России относительно рисков развития инсультов», в котором приняли участие 1600 респондентов из 130 населенных пунктов, показал, что порядка трети граждан в возрасте от 18 лет находятся в группе риска инсульта. 32% опрошенных россиян заявили, что никогда не посвящают время занятию спортом. 57% признались, что ведут малоподвижный образ жизни, проходя менее 5 километров в день. Подавляющее большинство граждан не придерживаются правильного питания, пренебрегая нормами потребления сахара, соли и жиров. Тем не менее, исследователями выявлена и положительная динамика. Число активных курильщиков снизилось на 4%. На встрече участников программы «Пульс жизни» с журналистами был представлен первый в России костюм, моделирующий последствия инсульта. Его мог примерить и почувствовать на себе, что испытывают люди, перенесшие инсульт, любой желающий. Молодой человек Андрей жаловался на тяжесть в голове, темноту в глазах, ему было трудно говорить, а передвигался он с трудом, приподнимая правую ногу. Рука его тоже слушалась плохо. Помимо просветительской, программа «Пульс жизни» имеет и другую вспомогательную функцию, поскольку адресована она не только населению и пациентам, но и врачам. Безусловно, в деле борьбы со смертностью в плане предотвращения болезней должны участвовать все, что называется, стороны этого процесса и сами пациенты, и, безусловно, профессиональная часть сообщества. И сейчас я хотел бы обратиться именно к профессиональной части сообщества. Здесь я хотел бы, в свою очередь, отметить, наверное, две вещи, как чрезвычайно важные. Первое. За последние годы мы научились не только диагностировать, но и по-настоящему лечить. Когда я говорю последние годы, это примерно около 30 лет. Это появились препараты, которые позволяют контролировать артериальное давление, которые позволяют снижать уровень холестерина и предотвращать развитие бляшек атеросклеротических, которые позволяют предотвращать образование тромбов или их растворять, если они образуются и так далее. И это действительно позволило снизить смертность примерно на 30%. Но за этот же промежуток времени во многих странах смертность снизилась более чем в два раза. Допустим, в Финляндии это буквально в семь раз, например, от ишемической болезни сердца. И здесь снижение смертности произошло уже главным образом, понятно, за счет изменения образа жизни. И здесь надо понимать, что принимали участие в этом деле отнюдь не только сами граждане или общество в целом, но и большую роль сыграли врачи. Поскольку врач в этой ситуации должен занимать очень активную позицию в плане разъяснения человеку, что послужило причиной развития у него болезни или ее осложнения. Безусловно, он должен научить и принимать правильно препараты пациента. Но если, научив правильно принимать препараты, он не научит его правильно питаться, снизить массу тела, иметь достаточный уровень физической активности, то он будет учить его носить воду в решете. А если, допустим, пациент еще и будет подвергнут серьезным лечебным вмешательствам, таким как коронарное шунтирование или стентирование, или операция по удалению тростлеротических бляшек из сонных артерий, или там даже тромбов из артерий головного мозга, то здесь мы, конечно, при сохранении вот этих работающих факторов будем человека подвергать новым подобным рискам и развития болезней и рискам вмешательств, которые тоже могут иметь неблагоприятные последствия. Но, безусловно, это очень серьезная нагрузка на общественную экономику в целом. Поэтому профессиональное сообщество, работая с такого рода пациентами, должно работать не только в плане лечебной деятельности, но и профилактической деятельности. Профилактикой заниматься должны, конечно, и профессионалы в этой сфере, но и все врачебное сообщество в целом. Кого я имею в виду? Я имею в виду в первую очередь терапевтов. Именно участковый терапевт, это врач первого контакта для пациентов. Именно с участковым терапевтом решается примерно 60-70 проблем всех, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Онкологи здесь тоже должны быть участниками процесса, поскольку факторы риска, которые мы перечислили, они работают не только в плане развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и онкологических, но и, конечно, кардиологи и неврологи. Сейчас и кардиологи, и неврологи, и терапевты говорят на одном языке. У нас выработано единое понимание понятию целевых значений уровня артериального давления, холестерина. У нас единое понимание факторной основы развития заболеваний. Для оценки риска смертельного сердечно-сосудистого заболевания, а также расчета риска развития инсульта в 5- и 10-летней перспективе специалисты рекомендуют пользоваться шкалой SCORE и онлайн-пиложением рискометр инсульта. Продолжение следует...